Мы с вами остановились на основных узловых событиях в истории развития жизни на планете. И сегодня Ольга Скоррес, нам придется с вами заняться таким событием, как происхождение ранней эволюции человека. Но с точки зрения биосферы это событие не очень существенное, но поскольку нам от нашего интрига никуда не деться, для нас вроде как это событие оставляется достаточно существенным. А в области палеоантропологии за последние лет 15-20 произошла опять-таки, в общем-то, революция, которая довольно сильно поменяла представление о ранней эволюции человека. Когда я говорю, что произошла революция, и представления поменялись очень сильно, на этом месте, когда кому-нибудь так решили, да, а мы по-прежнему происходим от обезьяны. И не так, мы по-прежнему происходим от обезьяны. Те, кому это не нравится, могут поискать себе другой глобус. Тут никаких других вариантов не предусмотрено. Значит, начнем мы все-таки не непосредственно с человека, а с того ландшафта и той экосистемы, где человек возник как биологический вид. Еще раз, мы, конечно, оставим за границами рассмотрения все, что касается человеческой культуры, всяких серьезных вещей, а мы будем говорить именно, еще раз, как о человеке биологическом виде, как о человеке компоненте соответствующей экосистемы, и что привело к соответствующим последствиям. Итак, главной чертой, после того, как произошла мезозойская-клинозойская смех, фауна, флоры на земле и сформировались соответствующие ландшафты, возникло некоторое количество принципиальных новаций, которых в док-инозойскую эпоху не существовало. Мы с вами опять-таки понимаем, если кто-то, так сказать, слушал внимательно, что есть два принципиально разных типа клиника, главная на земле. Кривоэра и термоэра. В термоэру, как им был мезозой, количество тепла, которое приходит на землю от центрального светила, оно всегда примерно одно и то же, и все только дело о том, как это тепло распределено по поверхности планеты. То есть, насколько хорошо налажен теплообмен между экваториальными и полярными широтами. Ситуация, которую мы наблюдаем сейчас, это ситуация достаточно редкая. Это примерно 15-20% времени существования планеты. То есть, когда у вас есть ледяные шапки на полюсах и перегретый экватор. А в термоэру климат достаточно ровный, вся земля, грубо говоря, представляет собой несплошные субтропики. Вот это было в мезозоре, что как раз позволяло существовать гигантским динозаврам на инерциальной теплотропности. Но все меняется, климат поменялся. Основным фактором, влияющим на выбор типа климата, который есть в планете, это взаимное расположение материков на лопусе, которые в свой черед определяются тем, в каком состоянии находится мантия планеты, как там происходят процессы манитильной конверции, как сдвигаются, произвлекательные рейки континентов, континентальные массы, и как, соответственно, у нас обеспечивается работа морских течений. То есть, насколько хорошо и беспрепятственно можно таскать при помощи морских течений, подобное гайфстримом в Аклавинске или Курасилу в Тихом океане, таскать тепло в приболярном широком. Если хорошо все получается, как в мезозуе, климат на Земле становится ровным, теплым, теплым, приполярные широты, несколько охлажденный с нынешней ситуацией экватор, и это плашная сунтопия. Когда у нас возникает климат, такого же дикта, как сейчас, крио-Р, у нас возникает контрастный зональный климат, с резко выраженной широтной зональности, вот, привет из школьного курса по физической географии для шестого, в седьмом, в седьмом часах проходит. Вот вспоминаете эту картинку природных зон, резко выраженных, которые у нас есть в каждом помушарии. На этом месте, во-первых, возникают аналоги бареального климата, то есть тайна с тумой и экваториальные терапические леса. Ничего подобного к этому в мезозове не было. То есть в мезозове фактически все, что мы имеем, весь спектр местопитания, это фактически нижние субтропики и теплоумеренная зона. Какие-то там теплые леса из платанов каких-нибудь, там, аштанов. Вторая вещь, то есть бареальные леса с тропическими лесами, и еще одна вещь, которая появляется в первые в это время, это появляются травяные биомы, то есть сообщества, в которых главную роль играют не деревья, а трава. К травяным биомам по нынешнему времени относятся степи, прерии, которые степь, африканская саванна, то есть деревья там, конечно, присутствуют, но основной роль играет трава. Травяной биом – это чрезвычайно интересная штука. Саван в себе по типу организации. Значит, ничего похожего не было никогда до этого. Ну, хотя бы потому, что нужна трава совершенно специфическая, для того, чтобы такая система функционировала нормально. Если кто из вас не забыл ботанику, то вы должны вспомнить некую интересную особенность злаков. Каким образом, какой рост у злака, как растет? Да. Вставочный. Вставочный. Отлично. То есть, в отличие от растений с верхушечным ростом, которые растут за счет верхушечной почки, у злака совершенно верно, вставочный, метриколярный рост. Злак растет каждым своим междолузлем. Именно поэтому, когда вы у злака отгрызаете верхушку или срезаете ее косой, со злаком не происходит ровно ничего вредного. Злак на этом месте продолжает отрастаться другими своими междолузлями. Поэтому, в некотором смысле, злак – это такой чудесный горшочек из сказки «Против гриппа». Чем больше ешь, тем больше получается. И вторая вещь, которая на этом месте. То есть, злак обеспечивает, когда говорят, какое сообщество самое продуктивное в курсе экологии. То есть, попросту говоря, в каком сообществе самая высокая доля, сколько биомассы на единицу площади, на квадратный метр, на гектар. Все на этом месте, конечно, вспоминают тропический лес. Ну, что такое биомасса? Биомасса – это солнечная энергия, ассимилированная в процессах, которые происходят. В конечном счете, можно считать это в килограммах, можно считать это в калории. Калории эти, в конце концов, в конечном счете, пришли все равно от солнца. Самое продуктивное сообщество, штамп – это дождевой тропический лес. Да, конечно, если посчитать вес всех этих самых гигантских деревьев, которые там, то, конечно, ничего равного дождевому тропическому лесу не будет. Но, если мы посчитаем, в деревьях практически вся вот эта биомасса запасена в стволах, в стволах и корнях. В травяном сообществе обеспечивается невероятно быстрый оборот биомассы. То есть биомассы-то вроде совсем немного, но именно вот из-за этой особенности злаков можно поддерживать совершенно невероятную численность животных. То есть, вы опять-таки знаете, по всяким BBC-шним сериалам, что увидеть вообще животное, вот какое ни есть в дождевом тропическом лесу, это очень тяжелая задача. Вообще, так сказать, вот не так много там всего. И вспоминайте кадры африканской саваны, где просто там плинуть некуда, чтобы не было там стат крупных копытных, хищников, которые на этом деле. Все именно об этом. Трава, грубо говоря, обеспечивает невероятно высокий темп оборота. То есть, разница между тропическим лесом и трояным биомом, в данном случае там саванной, примерно такая же, как между каким-нибудь индийским раджой, у которого сундуки набиты рубинами, изумрудами, и крупной айтишной компанией, у которой, вообще-то говоря, вроде как ничего на руках-то и нету. Но всем понятно, что реальное богатство того или другого, оно, вообще-то говоря, если их соизмеримо, то не в пользу раджи. Вот у леса все зафиксировано, а травяное сообщество, травяной биом работает на скорости оборота. И на этой скорости оборота он может поддерживать необыкновенное количество копытных, а на копытных кормится огромное количество хищников. Значит, вот дальше, так сказать, травяной биом доводится до совершенства тем, что там решается некоторое количество задач, которые так сразу не очень приходят в голову. Вот, например, за этими самыми огромным количеством травоядок остается огромное количество налоза. Проблема раньше не встает. С этим расстолкнулись в Австралии, где очень архаично, где сообщество очень архаично, поэтому, когда туда привезли европейских, европейский скот, оказалось, что на пастбищах начались крупные неприятности, потому что лепешки эти, они просто лежат, их местные навозники их не успевают съесть. Поэтому, так сказать, трава плохо возобновляется, и, в общем, там, так сказать, запахло некоторой экологической катастрофой. И тот австралийский янтомок, который обеспечил интродукцию европейских навозников крупных, которые справляются с навозом европейских животных, он получил там соответствующий там орден Британской империи и все прочие дела. Это действительно очень серьезная проблема. Она решаема. И второе, значит, соответственно, остаются трубы. Комплекс насекомых же некрофагов на этом деле должен возникать. Вот все это дело в том виде, в котором мы сейчас существуем, все эти группы представлены эволюционно очень молодыми таксонами. Вот этот тип сообщества потребовал, вызвал жизни новых, новых совершенно, новых групп животных. И в более или менее нормальном законченном виде все это дело сформировалось к миоцене. Вот в миоцене возникает гиперионовая фауна, глядя на которую, ну, то есть понятно, что вы бы сказали, что это не совсем современная фауна африканской саламы, но потребовал бы от вас и к другим. Во всем случае, вы нашли бы всем зверушкам из этой самой гиперионовой фауны вполне нормальные узнаваемые современные аналоги. Так, в принципе, травяной биолог формируется в виде гиперионовой фауны миоцена, а дальше начинается следующая эпоха, начинается эпоха оледенения. Оледенение начинает механизм запуска оледенения было то, что Антарктида наболзла на... Вот как-то все очень нехорошо сошлось с расположением всяких фрагментных сушек. Как вообще когда климат в случае зрения климатологии когда климат самый хороший на гипотетической планете. Когда у нас есть некоторое количество небольших материков, которые расположены меридианально, да, соответственно, у нас есть экваториальная циркуляция, крупное течение по экватору, которое движется против течения планеты просто за счет инерции. Вот кусок такого течения экваториального мы в последнее время видим в Тихом океане. Только в Тихом океане он сохранился. Но Турхердал на кончике как раз по ним не плавал. Соответственно, идут от норки от каждого течения вдоль соответствующего берега океана. Здесь на этом месте возникают петли. Главное, чтобы очень быстро доставляло теплую воду от экватора и охлажденную воду от полюсов доставляют обратно. Вот такая система и открытые полюса. На полюсах ничего быть не должно. Вот такая схема представляется идеальной ровной эквену. Если мы поглядим на карты мезозоя, то мы увидим, что так оно все и было. А дальше весь пиенозой и погода портилась. Неприверности начали возникать сразу. Потому что Австралия, раньше соединявшаяся с Антарктидой, отвалилась и начала плыть к экватору. А Антарктида все дальше плыла к полюсу. В конце концов в Олигоцене Антарктида доплыла до полюса. Антарктида это очень высокий материк. Антарктида гипсиметрически просто самый высокий из материков планеты. Сейчас она такой не кажется, потому что я немножко утопил ледяной щит, который на ней есть. Если ледяной щит, Регус это 6 километров верхушка, самая высокая точка Антарктиды, так что вулкан Регус, а если ободрать ледяной панцирь с нее, который понятно сколько весит, и он ее вминает земную кору вместе в мантию. И если ободрать этот ледяной панцирь, то Антарктида по расчетам геофизиков приподнимется еще примерно на 2 километра. Представляете себе, вулкан вышел Джамалу, а вокруг все горки таких достоинств. Кропотный материк, который очень высокий. надо было такому везению, не везению в смысле, что он на полюс. И дальше начинается обмерзать на этом месте. Он начинает обмерзать. Дальше начинает работать система с положительной обратной связью. Возникает ледяная шапка, ледяная шапка отражает солнечные лучи, температура падает, температура падает, шапка разрастается, шапка разрастается, отражает лучи еще лучше, возрастает, температура падает. И так пока не дойдет до каких-нибудь совсем уже больших неприятностей. Пока собственно говоря весь фрагмент не покроется ледом. Что мы видим? Нынешний фрагмент. Значит, что? Это вызывает по всему миру, это вызывает по всей планете всякие крупные неприятности. Дальше возникает после того, как отрывается, после того, как отрывается, разрывается связь между Антарктибой и Южной Мирикой и Австралией. На этом месте возникает замкнутая антарктическая циркуляция. Возникает вместо помимо экваториальной циркуляции возникает обратная антарктическая циркуляция. Ревущие сороковые, воспетые всеми автором морских романов и всем прочим. На этом месте вот этот бесперебойный сканвейер, который таскает теплую воду, холодную воздух обратно как ват, он разрушается. Все, холодная вода начинает крутиться, холодная вода начинает крутиться вокруг Антарктида и на этом месте возникает такой холодильник, с которым сделать уже нельзя вообще ничего. Дальше неприятности продолжаются в свой черед, что Африка, потерявшая связь с Южной Америкой, плывет в северо-восточном направлении и утыкается в Евразию. Утыкается в Евразию, на этом месте все внется в складки альпийского пояса Иранского Нагорья, исчезает Океан Тетис на этом месте, по которому раньше шла самая эквотеральная циркуляция. Океан Тетис исчезает, от него остаются всякие изолированные фрагменты, Средиземное море, Черное море, кусочек Каспийского моря, Южный, большая часть Каспийского моря по нынешнему времени это озеро. Южный кусочек это действительно морское происхождение нет. Все, больше на этом месте ничего нет. Раньше на крайнем Востоке Тетис исчезает, потому что там, на этом месте Австралия утыкается в Азию, возникают горные цели Зонского архипелага и Номан Винеи. То есть на большей части восточного полушария Тетиса нет. Нет. нормальная экваториальная циркуляция распадается. А в Плеоцене уже в конце та же неприятность начинается и в западном полушарии. Два изолированных материка Новая Северная Америка и Южная Америка были всегда отдельные. Между ними как раз хотя бы в западном полушарии и Тихоокеанской части Восточного все было более-менее нормально. Но на этом месте возникает Панамский перешейк. На этом месте экваториальная циркуляция разрушается полностью, замыгается полярный бассейн, где возникает своя ледяная шапка. И на этом месте это как будто то, что называется душить свет, сливать и воду. Вот мы имеем то безобразие климатическое, в котором мы с вами сейчас прозеваем. На этом месте возникает то, что называется великим оледенением, то есть это то, что началось два минуты назад, разрастающаяся ледяная шапка полюса, которая периодически то разрастается до ледниковой эпохи, то съеживается как межледниковой. Наступление ледника было соответственно четыре, четыре ледниковой эпохи, и соответственно они разделяются четвертой межледниковой. Мы с вами живем во время четвертого последнего подсчета межледниковой просто-напросто голоценный наш эпоха, наш последний гиганарский щет. Наша межледниковая не самая длинная, не самая теплая, поэтому страхи насчет глобального потепления они палеонтологам кажется текс лишней. Вообще так. со временем все кончится и начнется следующая ледниковая эпоха. Вот собственно говоря в некотором смысле пора уже и начаться. Так что вы микроскан имейте в виду обувь неглобальные потепления. Но не отвлекаясь от климатических картинок понятно о чем речь нас сейчас интересует геолог что происходит с биосферой планеты на этом месте. Когда у нас есть ледник то огромные массы воды оказываются связаны в этом самом ледяном щите. То есть вот этот ледяной щит окружен очень широкой полосой засушенных холодных степей. там еще начинают играть всякие климатические факторы что ледник хорошо отражает солнечный свет высокая альбеда над ледником вечный антициклон поэтому климат в этих самых окружающих степей в общем довольно приличный то есть всегда солнечно бывает жарко бывает холодно но зато по крайней мере нет особых осадков кстати вот наступление отступления ледника оно собственно с этим связано что ледник разрастается 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 потому что температура падает он все лучше отражает солнечный свет пока ледник не сталкивается с дефицитом осадков именно из-за антициклозы которые над ним всегда наступает стадия когда оказывается что осадков не хватает осадков не хватает на этом месте ледник это все реконструировано по наблюдениям за горбыми ледниками. Они так себя и ведут в горах. Везде нет оснований полагать, что равнинный ледник ведет себя иначе. На этом месте ледник начинает отступать, оставляя за собой море негряда, то, чего он нагрел при наступлении. Начинает отступать. Отступление идет тоже с положительной обратной связью, то есть с ускорением. Уменьшается площадь, ухудшается отражательная способность ледника, температура от нескольких повышается, тает быстрее, отступает быстрее, до тех пор, пока не съеживается до той стадии, которую мы наблюдаем сейчас примерно. Где у нас, собственно говоря, ледник? Вот Антарктида, Гренландия, окружающие фрагменты канадского архипелага, пара островков арктических, северная земля, новая земля, собственно, и все. Ледника больше нет. Соответственно, на максимальном наступлении как вы тут по названию можете вспомнить, у нас, соответственно, там Днепровское ледяние, то есть Днепра доходит, в Америке там Небрасское ледяние, да, там Денебрасское, представляете себе, максимальное продвижение. В общем-то, все довольно хорошо получается, там четверть территории северного крушаря будет подъем на этом месте. Так вот, соответственно, мы говорим об этом самом, об окружающем леднике, об окружающем леднике территории. Там имеет место быть вот это замечательное сообщество, которое называется Штумб Растет. Штумб Растет, потому что по нынешнему времени аналогов ей вроде, так сказать, особо нету, хотя на самом деле, вот по некоторым основным характеристикам, сейчас не довольно хорошо восстановлен, но ее облик довольно хорошо восстановлен по плицевым спектрам, по растительным остаткам, которые есть. А, видимо, это довольно похоже на так называемые реликтовые степи в Восточной Сибири и Алярске, которые сейчас сохранились пятачками на южных склонах гор. Это опять вариант, то есть это предельно креофильный вариант вот этого самого травяного биомаги, то есть в отличие от нынешней тундры, он основан на злаках, злаки, хоть бы даже, понятно, что продуктивность несколько меньше, чем в средних широтах, но тем не менее продуктивности этой хватает на то, чтобы поддерживать довольно приличную численность травоядных животных. И на этом месте возникает очень странный микс в виде этой фауны. Есть представители и современной степной фауны, там, сайгак, бизон, верблюд, есть представители нынешней тундровой фауны, там, овцебык, там, северная олень, и некоторое количество зверушек, которые были связаны с этим ландшафтом и его исчезновение не пережили. Мамонт, собственно, сам, там, шерстистый несорог, и хищники, которые были с ними связаны, пещерный лев, гигантская гиена. То есть при исчезновении этого ландшафта часть оказалась в тундрах, часть оказалась в степях, а часть, знаете, этого дела не пережила. Вот, соответственно, и опять, человек был довольно ярким, представителем вот этой самой фауны, которая там была. Кто из вас читал всякие познавательную фантастику на первобытные темы, которые все очень увлекались в начале 20-го века, всякие там Роми Жозеф-старший, там Борьба за огонь, и всякие прочие. Вот, так сказать, вот там как раз описываются обычные приключениями, древние трудения, и таксамых христиблях. Но это был уже человек почти современного типа. А это могу, как вы туда говорите, мало ли. Но человек, это существо, которое было, в принципе, связано с вот этим самым травяным белом, с этим типом ландшафта, и это определяло кучу всего, что было в его бытности. Вот, ну и теперь, поскольку, так сказать, вот общие формы с вами определили, теперь, значит, что у нас, что у нас имеется по человеку. Значит, ну, представление о том, представление о том, что человек, как-то, фраза «человек произошел от обезьяны», которую приписывают Дарвинову, не совсем правильно. Дарвин ничего такого не говорит. во-вторых, то, что человек является, принадлежит к той же группе, что и обезьяна, это было известно давным-давно, еще до всякого Дарвина. Все анатомические особенности обезьяна с человеческими очень хорошо совпадают. И человека, еще раз, человека, как биологический вид, помещал в классификацию природы Линей, помещал в отряд приматов. Все, так сказать, все, никаких вопросов. Что я сделал Дарвин? Дарвин в рамках своих эволюционных представлений сказал, что сходство между разными группами является отражением их реального родства. Поэтому человек должен быть родственен обезьянам. При этом написал черным кладем, что с одной стороны, конечно, как бы ни восставала против этого наша гордость, мы должны признать, что мы являемся родственниками обезьян. В чем понятно, каких узконосых обезьян старого света, даже, можно примерно сказать, где это происходило, в Африке это происходило, а не в Азии. Отличное предсказание, просто, великолепное. Но вместе с тем ни в коем случае нельзя полагать, что человек является прямым родственником и живущих групп обезьян. Еще раз, что человек не произошел от обезьян. Вот там от шимпанзе и все прочее. Человек и шимпанзе имеют общих предков с ним. Понятно, да? Это важный нюанс. Это важный нюанс, мы к ним сейчас придем. Это, сказать, что человек и шимпанзе имеют общего предка, а не человек происходит от шимпанзе. Вот это должно быть, если не ленься, закишите это крупными буквами, идите в рамочку. сейчас как раз будет показано, что все очень непросто, что формулировки надо делать достаточно тщательно. Значит, предсказание было сделано и дальше соответственно, в точном соответствии с требованиями, которые предъявляются к любой научной теории, Дарвин сделал некоторое количество предсказаний, проверяемых предсказаний. Да, обращаю ваше внимание, опять-таки, что сейчас-то все привыкли ко всяким гипотекантркам, австралопитекам и всем прочим этому добру. Во времена Гарлина ничего этого не было. То есть никаких ископаемых вот этих соединительных звеньев в то время еще не существовало. Ну, был неандерталец, да, был известен неандерталец уже к этому времени, но и то, так сказать, на неандертальца смотрели, так сказать, ну да, некий пещерный человек, ну, понятное дело, живет в тяжелых условиях, поэтому у него, вот, надо было сжевать непражаренную пищу, поэтому, значит, вот, большую челюсть отрастил, чтобы, значит, сжевательную мускулатуру купить. А первые черепа, которые были найдены, Герхов вообще пытался говорить, что это просто вообще какие-то либо вообще какие-то уродства, либо вообще все это очень похоже. Ну, пещера, это, наверное, был казак из состава анти-наполеоновской коалиции, который, значит, вот заполз в пещеру, и, значит, потом там, значит, и помер, а мы сейчас по кругу в черепу возим хараолл. Верхов великий анатом вообще-то говоря. То есть даже ничего про неандертальца нет вообще, но даже и даже про неандертальца не все понятно. Вот, соответственно, Дарвий, во-первых, предсказывает, что будет открыта цепочка промежуточных хорлов, да, между, то есть, некие обезьянно-люди, да, и второе, что особенно по нынешнему времени интересно, он сказал, он предсказал, что это будет в Африке, а не в Азии. Вот это предсказание было совершенно настолько глубоко и неочевидным, что долгое время полагали, что это ошибся, ошибся старикам, потому что понятно, что искать надо в Азии. Потому что первые открытия, которые были, были на этой почве сделаны. Первое открытие это замечательная опять-таки история, как Дюбуа, врач голландско-устынской компании, поехал в нынешнюю Индонезию, тогда в голландскую Устындию, и на Яве занялся раскопками любительскими и наткнулся, нашел знаменитого пятигандра. Пятигандра это Дюбуа, это, соответственно, одно бедро и одна крышка черева. Сколько больше Дюбуа не рылся, ничего больше он найти не сумел. Поэтому до сих пор вы иногда во всяких креационистских брошюрах можете иногда это на сайте, вы можете наукниться, что скандальный пятигандр пятигандр дюбуа, от которого, как известно, ничего нет, да и то неизвестно, что это такое. На всякий случай в окрестностях того места, где работал Дюбуа, в 37-38 годах работала экспедиция Кенигсвайга. Там скандинавы за это дело взялись, работали очень аккуратно, и количество пятигандров оно по ночным премьям, так сказать, вот там за десяток. То есть все там нормально. Но, открытие было сделано в виде вот такой штуковины. Да, все, конечно, паразитики, действительно, понятно, что бедро не обезьянный, не человече. Крышка черепа позволяет просчитать какой там объем мозга. Объем мозга как раз вот там не в вашу, не в нашу. И, соответственно, да, фурор вот он как раз и есть. вот пятигандров обезьянный человек. Дальше, так сказать, вот там дальше были всякие приключения. Дальше Югуа сам, как сейчас выразились бы в интернете, начал троллить научное сообщество и говорить, что это вообще я на самом деле полагаю, что это гиббон, все бросились там его разубеждать. В общем, история была сама по себе крайне интересная. Итак, первое, звено было на этом. На самом деле, дальше, собственно говоря, все перешло уже, так сказать, в разряд. Вполне пришли большие батальоны на место любителей, начали методичные раскопки, начали все как в улице и в Европе сначала. То есть, вариант гейдельбергского человека, гейдельбергский человек, который по нынешнему времени считается поздним, очень поздним вариантом вот этого самого сейчас это называют гомоэректус, человек прямоходящий. У него было несколько географических рас, временных и географических, вот пятикан это азиатский, крайне восточный вариант гомоэректуса, который сейчас есть и в Африке и в Европе. Вот европейский вариант гомоэректус это гейдельбержец, а там гетикантроп в Китае, в Северной Азии гетикантроп китайский, то есть там сейчас мы подойдем к этому самому, к расселению, а пока просто грубая мазка не стоит. Значит, в Европе открывают гейдельбергского человека, дальше, так сказать, следующее, несколько еще вариантов поздних архантропов по югу Европы, там греческие человекоскеталорные, значит, есть следующий крупный результат был достигнут в Китае, там раскопка в окрестностях Пекина пещеры Джо Кау Дянь, которую раскопали просто всю, и там были найдены, там, соответственно, было найдено именно, что огромное количество постного материала, не только человеческого, касающегося всей тамошней фауны, и там вот по этим материалам был установлен в качестве отдельного вида, как тогда считалось синантром, сейчас понятно, что это тоже гомоэректус, тот же самый, что и птикандр, только немножко другая раса, географическая форма, в работах по гомоэректусу участвовал вероятно знакомый вам, хотя бы по имени Гутиаро Шарден, знаменитый палеонтолог и езуит, с гомоэректусом, с синантропом, это соответственно в 20-30-х годах делись эти самые раскопки, это неприятно, если это мягко сказано, в общем, была некоторая катастрофа, что практически все, весь материал был описан, так сказать, изучен, описан очень хорошо, качественно, так сказать, но весь материал, практически весь материал был в Китае, в Европе было, в Европу отсылали только очень небольшую его долю, а дальше началась война, и соответственно материалы пытались эвакуировать в Восточную, в Голландскую, в Индонезию, в Голландскую, в Уст-Индию, и корабль, на котором, среди прочего, пули коллекции с Сенантропом, был торпедирован японской подводной лодкой и с приветом, теоретически, наверное, можно поднять, когда-нибудь поднимут, вот большая часть постного материала для Сенантропа, она таким образом подняла, самое странное, что китайцы титанические усилия прилагают, и до сих пор прилагают, кое-что нашли в Китае за последние годы, но от такой полноты и такого количества, как тогда повезло с этим живоповым зянием, так и не нашли. Вот такая же дикая вина. Значит, параллельно, то есть это человек, значит, неандерталец, да, неандерталец был известен, что вот здесь на некоторой стадии находили этикантр, этикантр, сенатор, последовательность. Параллельно, в 20-е годы в Южной Африке делается следующее кундаментальное открытие, находят австралопитека, но это совсем уже, то есть это австралопитека, южная обезьяна, да, то есть это уже, так сказать, вот это совсем маленькие, маленькие существа, мозг немногим больше шинканзинов, но больше, конечно, все-таки, но вроде, так сказать, вроде, несомненно, есть указание на прямохождение, да, австралопитека. И вот следующая замечательная, да, следующая эпоха начинается с работ Литки, с действия Литки, Литки. Это начинаются раскопки в Восточной Африке, на территории Нейшней Танзании, в Федерии, да. Вот здесь было открыто огромное количество всего. Были открыты, была открыта куча австралопитеков, оказалось, что там много разных форм, были открыты африканские представители гомо 노ректуса, гомо 노ректуса, прямохрадящих, да. Стало понятно, да, то есть стало понятно, что в мире просто есть некоторое количество этих самых форм, да, И таким образом, примерно к 60-70-х годам, вот картинка эволюции человека, как представители моего поколения могли видеть в своем учебнике по общей биологии, она примерно вот такая и была. Потом пятикантроп, потом пятикантроп, потом ландерталец, и потом человек современного типа голоса, ну, кроманируется, что он называет. Вот их объединяет в полиантропов, что это уже люди современного типа, до них, соответственно, обезьянные люди, а вот это, можно считать, что еще и обезьянки. Все, так сказать, очень хорошо, последовательно. Вот еще и Лики сделал последний вишник на торте, который сделал, это Гома Хаберис, человек умелый. Это, соответственно, не австралопитек с самым большим объемом мозга, какой был на этот момент зафиксирован, но в общем-то все равно. Но это австралопитековое дело. Мозг очень далекий от эректуса. И при этом имеет орудие. Это все еще связано с орудиями деятельностью. Первая техника обработки камня, Алдувай, находки были сделаны в Алдувайском ущелье, вот, так сказать, откуда название этой техники пошло. Алдувай. То есть, предельно грубо обхолотые гальки, но, тем не менее, несомненные следы обработки. И, собственно говоря, последовательность-то сплошная, и просто для удобства надо где-то тыкнуть пальцем в то место, где говорят, вот до сих пор обезьяна, а с этого места человек. Ну, понятно, что переходы сплошные, но вот надо договориться, вот кого считать. Ну, и вот именно, чисто конденционально, просто вот, ну, давайте, давайте будем считать. Вот решили, решили схабиться. То есть, решили в качестве критерия, отделяющего человека от обезьяны, считать орудий, появление орудийной деятельности. Да? Вот орудийная деятельность появляется на хабридности. Это 20,5 лет. Значит, чем хороша... Да, то есть, вот это примерно на 60-е и 70-е годы, вот картинка была, картинка стала такой, да, и в общем и целом, в общем и целом она, так, удовлетворяла антропологам, хотя, понятное дело, что кое-какие вопросы, вопросы оставались. Значит, вопросы, вопросов оставалось несколько, и, во-первых, главное из них было, что по-прежнему, по-прежнему, вот здесь сияло, сияло гигантское дырище, но всегда очень любят, что переходных форм нет. Вот следует признать, что до недавнего времени дырка между австралопитеком... То есть, ну, понятно, опять, понятно, что шимпанзе, да? Понятно, что, так сказать, что мы связаны расходы с шимпанзе. Но между шимпанзе и, вот уже австралопитеком, находится гигантская брешь, и морфологическая, и по времени. На этом месте ничего не понятно. То есть, самую раннюю этапу возникновения человека, они оставались... Ну, это понятно, это бывает. Следующие результаты были, следующие вопросы оставались, опять-таки. Хорошо, Хаббелес, да, хорошо, договорились, что будем считать Хаббелеса. То есть, грубо говоря, мы считаем промежуточным, считаем Хаббелеса промежуточным звеном между австралопитеками, да, и... Это неправильно так говорить, мы понимаем, о чём, да, и между пятикантов, да? Тем не менее, накапливаются другие черепа, которые показывают, что как-то вот не очень... Есть несколько форм, да? Хаббелес, оказывается, не самый лучший из них. Вообще-то, говорю, по всем параметрам. Есть, так сказать, гомортоофенсис, там, из другого места в Восточной Африке. У него, вроде, и череп побольше, но при нём не состоит никаких орудий. То есть, понятно было, что здесь как-то всё было сложнее, чем, грубо говоря, в школьном учебнике. С другой стороны, всякие вопросы начинали возникать вот по этой части, по самой поздней. Неандерталец-карманьонец, грубо говоря, неандерталец-карманьонец. Это не совсем... термины не совсем правильные, не всё неандерталец, не всё карманьонец. Вот, в привычных терминах, да, непонятки с неандертальцами-карманьонцами. К этому времени, главное, так сказать, вот, главную боль, ну, как водится, многие знания, многие печали. Вот пока были, так сказать, пока были фрагментарные остатки из Европы, кроманьонец-карманьонец-неандертальцы отдельно, всё, так сказать, вот всё было хорошо. Всегда крайние-крайние формы, они хорошо различаются. А потом были открыты, открыты они, собственно говоря, были еще в конце 40-х, но реальные расходы там переначались в 50-х, в расступке в Палестик, в тамошних пещалах-то. Там прелесть в том, что имеется сплошная последовательность. Имеется очень плотная, сплошная последовательность. Хорошо датируемая по времени. Сейчас понятно, что там примерно, это примерно от 85-ти до 60-ти тысяч пещерам. И там имеются черепа, карманьонские, неандертальские и черепа с очень странной комбинацией черта. Понятное, можно, конечно, допустить метисацию. Но проблема в том, что это очень ранние, это черепа очень ранних неандертальцев, но по всем признакам, они гораздо более, ну такие, сапиенсоподобные, то есть они более, такие, более грацидные существа. В общем, на человека, похоже, гораздо больше, чем классический неандертальцев. Непонятно. То есть, в общем, вопросов к схеме накапливалось достаточно. То есть, только когда эпоха Лиги закончилась с снятием сливок в Восточной Африке. Вопросы оставались. И второй дюйм, вторая эпоха Гурьинетска, началась в, ну, вероятно, надо считать, ну, я бы так, я бы так ее поместил в начало, в конец 80-х, в самый конец 80-х, в начало 90-х годов, с открытием ордипетека. Ордипетека. Значит, про ордипетека мы будем дальше говорить очень подробно. Это как раз, это вот как раз промежуточное звено между, очень хорошо бросает свет на многие вещи соотношения вот этого шимпанзе-предок человека, да, предок шимпанзе-предок человека. Вот, поэтому мы будем говорить подробно. Но мы сейчас поговорим немножко про другое. Я немножко, я немножко забегу вперед, уже такие вот в первые нулевые годы. Значит, к этому времени, как вы, наверное, сейчас знаете, пошла такая вещь, как полеогеномика. То есть, научились из костей извлекать ископаемую ДНК, мы с вами говорили, да, что, к сожалению, ДНК хранится относительно недолго, сколь-нибудь, сколь-нибудь, поэтому протяженные вещи на ней установить не получается. Самые древние ДНК, с которыми удается работать, это в Хорватии, материалы по неандертальцу, там, по-моему, 35-37 тысяч лет, вот как-то так. То есть, дальше этот метод, к сожалению, не стреляет. Но, соответственно, по молекулярке, которая извлечена вот из костей. Но, кроме того, разработан за это время метод молекулярных часов. Значит, метод молекулярных часов состоит в том, что у нас существует, по ходу эволюции, есть в геноме некоторое количество нейтральных замен, то есть, которые непосредственно, как считается, не влияют на выполнение жизненных действий. Избыточность генома огромная, что, в общем-то, примерно, то есть, за пределами одной пятой части, там вообще, так сказать, фактически это резервные копии, грубо говоря, хранятся. Вот там как раз то, что не затрагивает жизненные функции, считается, что мутации идут с более или менее постоянной скоростью. И вот на этом месте можно, примерно, теперь оценивать по геномам, когда происходит расхождение соответствующих линий. Ну, про то, что, опять-таки, стало понятно, что геном человека и шимпанзе совпадают на 98% слишком процентов. Ну, это, наверное, все вы знаете, да? И существенно здесь то, что, а при этом с орангутаном, на которого иногда возлагали большие надежды, там совпадено гораздо меньше. Вот помимо этой схемы, опять-таки, мне хотелось бы обратить внимание, чтобы которая более-менее выстроилась, да? То есть выстроилась такая сплошная линейка вроде бы, там моталось еще некоторое количество очень странных, так сказать, прецедентов на престол, да, азиатских. Вот Рамопедек и Силопедек, возможно, вы такие слова где-то слыхали, кто из нас читал понедельник, читается, в субботу, Стругацкий, там, наверное, вы вспоминаете, да, что, значит, первый пятикантр, ад Ам, значит, вот он, значит, кочевал стыльбы Рамопедеков по отдалению Арарата. Да, значит, Рамопедек и Силопедек это индийские формы, да, которые действительно родственные, по всему было видно, что они родственные Арангутану. Что с ними делать было не очень понятно, Рамопедек и Силопедек, да? Кроме того, из того, что мы наоткрывали еще за это время, были такие замечательные существа, как гигант Эпитек, да, это тоже азиатская форма, это, от него, к сожалению, есть только зубы и фрагмент нижней челюсти. По сей упору ничего более, так сказать, цельного за это время найти не смогли, но если, так сказать, зубы и челюсть нам не врет, то это должно быть существо за 3 метра ростом, и, в общем, такое было, видимо, серьезное существо. Судя по зубам, оно было не чисто растительноядным, то есть, так вот повстречаться бы не хотелось, в общем. Был еще гигант, азиатский же, тоже довольно странное существо, от которого есть только зубы и ничего большее. То есть, в Азии было некоторое количество находок, с которыми было не очень понятно, что делать, потому что в общую картинку они не ложились. Да, ну, детективную историю с подделкой в виде эвантропа я излагать не буду, это проще, так сказать, залезть в интернет, потому что это чистый детектив. Что, да, Долсон просто подделали к практически человеческому черепу, добавили обезьянь, добавили обезьянь и зубы, придали всему этому делу вид древних костей с соответствующей химообработкой, открыл это дело любитель, который хотел прославиться. Надо сказать, что эвантроп этот самый дико мешал, то есть, он не вписывался ни в какую картину. Все говорили, что ну, этого не может быть. Эвантроп очень обрадовались европейские расисты, которые там в гестраду сказали, что вот, когда у них там в Азии они там это самое, еще там полуобезьяна, а у нас-то вон уже наши арельцы, вон какие у них уже мозги-то были к тому времени. Вот, но ученые смотрели на это дело и говорили, ребята, тут концы с концами не сходятся совершенно, давайте проверять. Ну, собственно говоря, проверка заняла несколько лет, там стало понятно, что, ну, видите, наука, собственно, и всегда уж наука, так сказать, вот этой постребатерианской эпохи, но там же все-таки действует слово «джернглент». Ну, наука плохо застрахована от прямой подтасовки экспериментальных материалов, потому что проверять начинают только, когда уже, так сказать, начинают, когда там вторая производная начинает не работать, когда люди пользуются этими материалами, все не выходит. Тогда надо проверять уже, вот, как эти материалы получены. Потому что, в общем, ну, в науке привыкли верить предъявляемому результату. Ну, дальше, так сказать, начали проверять, оказалось, что все это чепуха. Вот, что до авторства, кто это сделал, это можно писать отдельно, английский детектив закрытого типа, самое интересное, что рядом с местным оскобок просто непосредственно в этот момент жил Конандуй. Вот, поэтому, вот там претендентов, конечно, много, главный претендент – это сам Сидоуссен, но что вот это мог училить и Конандуй, у которого были сложные отношения, так сказать, с антропологией и все прочее, это вот вполне всерьез вспоминается. Ну, это еще раз, это идет по разряду не науки, а вот детективов, триллеров и всего прочего. Значит, что касается того, значит, и так возвращаемся. Я сейчас, значит, просто запомним во всякий случай, что это есть, это интересно, мы к этому еще вернемся, к азиатским форумам. И, да, ну, в Америке, естественно, нет ничего. Значит, все, ну, любые сообщения. Поэтому, когда там, говорят, вот, а вот снежный человек, вот реликтовый гоминоид, в принципе, может быть такое, что вот уцелела какая-то из этих промежуточных форм. Ну, там, вот, ну, в принципе, ну, нет законов природы, которые бы запрещали это. Теоретически, может быть, доказательств нет никаких. Это было бы очень странно. Вот. Ну, вот, например, американские сообщения в Ордске, там, бигфут у них, по-моему, называется их варианты снежного человека. Вот это чушь, которую можно не рассматривать просто. Вот этого не может быть, потому что не может быть никогда. В Гималаях и на Памире теоретически, сугубо теоретически это возможно, на американском континенте этого не может быть. Значит, значит, итак, по научному времени мы можем еще восстанавливать по геному, что, в какое время происходили расхождения, вот, ветвей, да. При этом единый ствол, и дальше релик распадается на две флоты. Молекулярка показывает, что расщепление на ствол, который ведет шимпом, и ствол, который ведет к человеку, в конце концов, со всеми этими штуковинами, вот это вот расхождение должно было только 6-7 миллионов лет назад. И надо же такому случиться, что в, еще раз, вот, сначала открыли артепитека, так не очень оценив масштабы открытия, хотя открыться начали, но как раз в нулевые годы были открыты еще три формы, сахилантроп, сахилантроп и арарин. Это, собственно, восточная Африка, сахилантроп — это чат, да, арарин — это восточная Африка. К сожалению, от сахилантропа есть только череп без нижней челюсти, от арарина только бедро, да. И самое замечательное, что вот эти формы, которые вот по всей морфологии, вот это как раз вот самые-самые, что именно есть, близкие, должны быть близкие вот к этому общему предку, вот возраст сахилантропа — это как раз 6,5. То есть вот, когда из таких далеких сфер происходит такое замечательное совпадение результатов, это очень здорово наводит на мысль, что, наверное, похоже, что-то так и есть. Итак, расхождение на шимпанзевую и человеческую ветви происходит где-то в районе 6-7 миллионов лет в Африке, да. И вот эти вот формы, их сейчас объединяют под названием палеоавстралопитеки, то есть древние австралопитеки. То есть настоящие австралопитеки начинаются где-то, так сказать, вот в районе 3-х миллионов лет назад, а предыдущие формы, я даже, вот, их объединяют в такой вот, может быть, сборную группу, но тем не менее. Значит, а вот теперь... От них ещё раз, да? А древопитеки, это вообще нет, это или нет? А, древопитек, да, ну древопитек — это совсем ещё туда. Да, это ещё, древопитек — это куда-то, это куда-то ещё совсем сюда. Да, то есть это ещё до всяких разделений. Древопитек, значит, вы помните, что тут ещё есть горилла, да? Вот тут ещё есть горилла, да? Так вот древопитек — это ещё до того, как вот нынешние антропоиды отделились. Значит, итак, в этом месте идёт разделение на сцену. Они очень хорошо отбивают дату, но сказать что-то по ним сложно. А дальше идёт ардипитек. Может быть, вы даже знаете слово «Арди». Значит, «Арди» — это самка австралопитека, от которой достался достаточно полный скелет. Его, собственно говоря, первые находки ардипитеков были в середине 90-х. Потом ближе к... Долго-долго копались... Ну, количество фрагментов возрастало, но всё было очень фрагментарно. Потом, наконец, в середине нулевых нашли... Вот нашли... И с ним возились несколько лет. Огромный международный коллектив. Был посвящён просто отдельный номер «Сайенс», полному анализу, чего можно выжать из вот этих самых остатков. И по классификации журнала «Сайенс» в конце года всегда бывают главные естественно-научные открытия года. Вот по 2001 год был, соответственно, обозначен как год Арди. Что самое... Что главное естественно-научное открытие года — это описание вот этого самого скелета ардипитека, из которого стало очень многое понятно. Значит, то есть «Сайенс» нашли-то раньше, но просто очень не торопились с опубликованием результатов, всё-таки тщательно перепроверяли. Потому что результаты получились действительно очень странные и опровергающие целую, ну чё расхожие представления, которые у нас сидели в мозгах. Значит, ну как обычно полагали, было положено... Почему человек встал, значит, на задние ноги? Почему, значит, обезьян встал на задние лапы? Ну как, в это время начинается эпоха аридизации. Вот деревья начинают... Лес начинает... Ну человек, это, наверное, древесное существо, но обезьяны же, они древесные. Вот деревья начинают сохнуть, вокруг одна трава. Вот приходится вместо веток, значит, ходить по земле, а трава высокая. Вот, значит, надо вставать, значит, как суслику и, значит, вот, периодически, значит, ход бросать взгляд поверх травы. А картинка, конечно, так, в общем сказать, явно заменение лучшего, придуманная. С Арди стало понятно, что всё это просто не так совсем. Значит, чем оказался Арди Пентак этот замечательный? То есть это небольшое существо, вот примерно, даже поменьше, в районе метра. То есть это крупная обезьяна, но с человеком совершенно не сопоставима. У которой, внимание, задняя конечность хватательная. То есть стопа у неё, чисто обезьянья, противопоставленный большой палец, всё для того, чтобы нормально передвигаться по ветвям. При этом положение затылочного отверстия в черепе указывает на то, что череп позвоночник подсоединялся к низу. Что подтверждается ещё и тазом. Таз тоже такого же типа, как у человека будет через некоторое время. То есть это прямоходящее древесное существо. То есть, как было сказано, что если вот до того, как это существо попало к нам в руки, если бы была объявлена такая комбинация признаков, мы сказали бы, что такого не может быть. Потому что это противоречит нашим предыдущим представлениям о том, как это происходит. Факт на лице. Соответственно, да, позже открытые вот эти вот ребята, оролин с сахилантропом, они в это дело точно так же списываются. У сахилантропа нижнее положение затылочного отверстия, при этом бедро оролина, оно такое, как должно быть у древесного существа. На этом месте помнили про тип. Как раз у африканских странным образом, у африканских обезьян этот тип локомоций не очень разный. Значит, как двигаются африканские обезьяны в ногах? Они опираются на костяшки пальцев. Кисть, опять же, арди существует. Структура пальцев такая, что это исключает такой тип передвижения. То есть, сколь-нибудь регулярно, как это делают шимпанзе, она на костяшки пальцев не опирались. То есть, было существо гораздо более прямоходящее. Значит, на этом месте вспомнили другой тип локомоций, который характерен как раз для рангов. То есть, хождение по крупным веткам, придерживаясь за окружающие более мелкие ветки. Вот здесь и ранг двигается, на самом деле, на выпрямленных ногах, как правило. Так, как это должно было быть вот у этих ребят. Значит, это было интересно, дико интересно само по себе. Значит, дальше следующее последовало. По изотопному составу зубных коронок было установлено, что часть добычи... Да, мы с вами говорили про соотношение тяжелого и легкого углерода. Мы говорили, что для грубого определения достаточно просто, чтобы был фотосинтез, нет фотосинтеза. Сейчас эта техника нашла до того, что можно, опять-таки, по карману современного типа определять, большое количество света или малое количество света было при выращивании соответствующей пищи. То есть, на свету и в тени росла та зелень, которую есть. Значит, получалось по изотопному составу зубных коронок, что существо это жило не в саванне, но и не в лесу. То есть, как так, а, в общем-то, полезно. Ну и на опушке. То есть, как раз классический опушечник, который то в лесу, то в саванне. На этом месте, опять-таки, становится понятно, откуда берется все то, что с руками происходит. Да, еще одна вещь. Человека отличает от обезьян, вообще всю человеческую линию, считается, отличает отсутствие клыков. Ну, не отсутствие, конечно, полуклыков, вы можете клыков посчитать языком, да? Но то, что у вас, это, конечно, совершенно не сопоставимо с тем, что у любых других обезьянов. Клыки — это оружие, некоторое орудие нападения и защиты, но, к тому же, это турнирное оружие для самцов. Самцы под раз в год очень даже хорошо пользуются клыками. Значит, отсутствие клыков всегда, и в этом нет никаких сомнений, интерпретируется как то, что у человека, вот мы всегда, так сказать, возмущаемся, что, значит, вот, что ни одно животное так никогда не охотится со своими, значит, вот, там, представители своего вида ЧПП совершеннейшие, человек — это очень высокосоциальное существо, которое фоново склонно разрешать конфликты с особями своего вида, ну, настолько мирно, настолько это возможно. Значит, далее возникает очень любопытное, да, что следует вот из всего того, чего нам сейчас понятно о РДПТ. Помните, я говорил, что вот эта формулировка «человек произошел от обезьяны» неправильно, что должна быть, надо говорить, «человек-обезьяны» произошли от общего предка. Так вот, ордипитек, который по всем признакам, ну, вся здесь комплекс ордипитек, схелатра, паралин, да, полет, они по множеству признаков более, более человекообразны, чем шимпанзе. Так вот, создается впечатление, что шимпанзе представляет собой вариант вторичного возврата к древесному образу жизни. То есть, что общие предки человека и шимпанзе были заметно более человекообразны, чем нынешние шимпанзе. То есть, опять, если уж вот в такой вульгаризированной форме это дело вам надо, то вот конкретно с человеком шимпанзе получается, что тогда уж надо скорее говорить, что шимпанзе происходит от человека. Если уж вы так хотите. Но на самом деле надо формулировать это точно и строго. Человек и обезьяна имеют общего лучшего предка. Предок, который, как выясняется, был более человекообразен, чем шимпанзе. Прямоходящий, да? Прямоходящий, со свободными руками и все прочее. Значит, зачем, в принципе, такая штука могла понадобиться? Ну вот у американского антрополога Лапжоя есть очень изящная гипотеза, в которую он высказывал еще в 80-е годы, просто после их наблюдений. Ну, а теперь так, в нее лег просто, вот так сказать, вот просто как будто все было предсказано. Значит, получается, что в действительности человек это высоко кооперативное существо с ориентацией на моногамию. То есть человек исходный моногам. Зачем вообще нужна моногамия? Значит, да, в качестве вводной. То есть моногамия, то есть многолетние стабильные пары существуют и среди животных, и среди птиц. Их в самых разных группах они появляются. Моногамы примерно 5-7 процентов. То есть с одной стороны это мало, с другой стороны это не какое-то совсем уж уникальное извращение. Появляются они, опять-таки, в разных самых группах. Какой вывод из такого распределения можно сделать? Вывод из этого дела очень простой. Что речь идет, именно такую картину дает использование очень рискованной, но потенциально выигрышной стратегии. Понимаете, что если бы это все было, так сказать, просто использование выигрышной, то этим бы все были. Если бы это было совсем не впротную, то это бы забросили. Но вариант попробовать вот этот вариант с моногамией возникает регулярно. То есть речь идет, очевидным образом, о потенциально выигрышной, но очень рискованной стратегии. Значит, в чем биологический смысл моногамии? Вопрос к залу. Зачем нужна моногамия? Да. Ну, чтобы вот когда сам крадил ребенка, чтобы оба родителя долго достаточно... Совершенно правильно. Совершенно правильно. Все остальное это чепуха. Главное, это совместная забота о потомстве. Чтобы моногамия нужна для совместной заботы о потомстве. Совместная забота о потомстве позволяет... То есть моногамия это апофеоз к стратегии. Когда можно иметь мало, мало хорошо обихоженных и доведенных до ума детенышей. Отсюда следует целая куча всяких прелестей. Так вот, соответственно, в эту картинку укладывается куча всего. Малые клыки. То, что у человека вообще плохо с обонянием. В принципе. При этом у самцов и у самов, у мужчин, у женщин, с обонянием в свой черед. Почти все по-разному. Что у женщин в разы лучше с обонянием, чем у мужчин. Общеизвестный факт. У людей есть такая вещь, как скрытая овуляция. По виду у всех животных легко отличить кормящую самку от некормящих. По состоянию молочных желез. У человека, в связи с особенностями анатомии, отличить кормящую самку от некормящих не получается. Зачем это сделано? Это всегда, так сказать, вот хоть в число таких загадок. Школа педологическая олимпиада и все прочее. Зачем нужна, в принципе, скрытая овуляция? В рамках лавджоевской гипотезы и так хорошо подвернувшейся, все более-менее становится на свои места. Понятное дело, что надо защищать и кормить, снабжать едой самку. Откуда берется моногомия? В принципе, у нас есть гаремная структура у животных. Как у гарема, например. Самец, табунок, самок и молодые самцы, которые выгоняются на периферию и не допускаются до размножения. С гаремной структурой все понятно. Второй вариант – это промискуитет, стадо шимпанзе. Когда все со всеми, по кругу, без всякого особого предпочтения. Ну, там, конечно, все сложнее, там есть свои предпочтения, но в целом... Так вот, моногомия, ну, просто такая, опять же, по негридерным задорогими животными, может возникать только из промискуитетной структуры. Гаремная структура путь к моногомии закрывает напрочь. А в промискуитете, собственно, что такое моногомия? Это когда в рамках промискуитет этого самого сообщества фиксируются некие пары. Сначала на уровне предпочтения, а потом на уровне уже жесткой, достаточно избирательности. А какой путь к этому? Опять-таки, по обезьянкам это известно. Есть такая пищевая стратегия – секс в обмен на пищу. То есть, самец постоянно-постоянно кормит и заботится о некой самке, она ему оказывает предпочтение вот по этой части. Вот, собственно говоря, и всё. Вот и всё, как там у Энгиса, происхождение семьи, частной собственности и государства. Дальше всё уже становится просто, наверное, на этот предмет. Ну, вот первый шаг он делается в этом плане. Значит, а дальше вспоминаем про клыки, да, который маленький. На этом месте при вот таком странном образе жизни, то есть деревья вокруг саванны. Понятное дело, что в саванне вкусно, много всякой еды, но очень опасно. Понятное дело, что защищать надо самок. Да, самка с детёнышем – это, так сказать, вот это то, что надо защищать всеми способами. И, в общем, в саванну её не пускать. За добычей ходит самца. Понятное дело, что для этого, кстати, и нужно передвижение на двух конечностях, чтобы можно было побольше всякой, так сказать, вот там чепухи вытащить. Да, по структуре, да, ещё раз так я забыл ещё одну минутку. По структуре, по зубной, по структуре зубного ряда понятно, что это очень всеядное существо. Ну, обезьяны вообще всеядные. Но это, так сказать, вот вся человеческая линия, она, если так можно выразиться, как тут скажу, это человек – это предмет специализации на отсутствие специализации. То есть всегда никуда не загоняет себя ни с какой морфологической специализацией. Как правильно, опять-таки, было указано вот этим же самым санцевским. Вот когда говорят, что вот всеядное существо, всеядность трактуется как «жрёт что ни по пути, а как ничего подобного». Как раз наоборот, что он ест самые разные вещи, но очень, так сказать, разборчив по этой части. Значит, поэтому, соответственно, самки сидят у себя у деревьев, да? Самцы кооперативно, поскольку, используя преимущества кооперативных действий, уходят в рельеф в Саванну. Значит, что на этом месте, какие на этом месте возникают проблемы по части, опять же, социальной структуры. Вот когда самцы уходят куда-то, самец очень озабочен тем, что самка его тем временем хранила некоторую ему верность, а вот просто, так сказать, не бросала взгляды на каждого окреста. Но при этом, соответственно, те-то, которые окрестные самцы остались и которые, они ведь тоже, так сказать, ищут объекты для своих нежных чувств. И вот на этом месте, как раз вот на этом месте начинается отбор на вот эту самую скрытую овуляцию, чтобы нельзя было отличить кормящую самку от не кормящей. На этом месте появляются наши замечательные анатомические особенности, что по виду женщины вы не можете определить, кормит она или не кормит. Могло бы помочь, в принципе, мог бы помочь запаху, как действует животное по этой части. Но здесь, опять-таки, мы видим очевидный отбор на то, чтобы у самцов ухудшался мир. Причем прямо понятно, лишаться, то есть лишаться вообще одной из сигнальностей, это вообще дорогого стоит. То есть ради вот этой самоподдержания вот этой стабильной структуры, ради этого решаются довольно существенные преущества. Но дальше, таким образом, получается, что вот этот мужской камерат-шафт, который может только и помочь в коллективных действиях в саванне, должен сочетаться с супружеской верностью самок. Вот, собственно говоря, на это тупо и идет отбор. Вот вторая вещь, и вторая вещь, которая, опять-таки, по равным австралопедекам понятна становится. По составу в пару раз находили логово леопардов, тогдашних леопардов. Ну, главный враг, самый главный, самый страшный враг вот этих самых обезьянов и человек-обезьянов – это крупная кошка. Крупные кошки специализируются вообще, они очень любят приматов, любят в этом смысле. Вот. И по составу добычи этих леопардов видно, что количество самок и детенышей непропорционально молодых. Такого быть не может. То есть групповое поведение понятно, и группа защищает самок, жертвуя своими мужскими представителями, менее ценными на этом месте представителями популяции. То есть из этого тела, как и странно, мы видим, что такие фундаментальные особенности человеческой психики, как моногомия в целом, да, там товарищества, там рыцарства и все прочее, что все это возникает на глубоко до человеческой стадии вот этой самой эволюции. То есть как раз, более того, собственно говоря, мы стали тем, чем мы стали на вот таких интересных особенностях социальной структуры. Значит, ну, что дальше? Два. Вот эти крупные подразделения, вот эти крупные подразделения, пятиканты, ну, пятиканты в самом широком смысле, еще раз, вы не лягнете где-нибудь на экзамене слова пятиканты, вот гомоэректус и прочее, ну, будем по-старому называть. И современные люди, неандертальцы, хроманьонцы и прочее, отличаются фундаментально по размеру головного мозга. Что, так сказать, снимается со всякими, так сказать, вот там точными цифрами? Авторлопедаг – это полуветровка, пятиканты – это литруха, а здесь – это полтора. Вот, ну, там понятно, что там плюс-минус и все прочее, но вот так для простоты, для простоты, вот, запомните, для простоты запомните так. Значит, а дальше? Очень интересное соотношение. Значит, вот на этом месте, то есть, увеличивается, мозг увеличивается вдвое при переходе от австралопедека к эректусу. Так, первые эректусы, первые эректусы появляются в Африке, это Туркана, примерно 1,8 миллиона лет, например, самые старые находки. Там же, так сказать, камни-ошельские техники, принципиально другая техника появляется. Значит, что? Крупные, значит, крупные, мозг становится в два раза больше. Если мы смотрим, что происходит с телом, мы видим, что тело тоже примерно в два раза. Что? Австралопедеки – это крохи, а турканский мальчик пресловутый – это метр восемьдесят. Неславянка так, да? Ну, там есть варианты, что, так сказать, его несколько подрастянуть при… Но, тем не менее, это здоровенный лоб. Изо всяких этих самых. Причём, то, что он мальчик, ну, это, так сказать, это да, это ещё, так сказать, недостигший. Ну, по состоянию узоров. Значит, то есть что-то произошло, что резко увеличило размеры тела. Значит, что? В этот момент происходит… Во-первых, в этот момент появляется новая, принципиально новая техника обмена обработки камня-ошельки, да? Когда односторонняя режущая кромка, ну, гораздо более совершенная, чем алдувайские гальки. Значит, у археологи, имеющие дело с этими техниками, иногда шутят, что путь от алдувайской гальки до алдувайского рубила, был сложнее, чем путь от алдувайского рубила до звездолёта. В общем, в этом есть резон. Значит, появляется принципиально новая техника обработки камня. Соответствующим, тут можно ещё поговорить, как это дело влияло на мозги, как это сейчас по нынешнему времени установлено, так сказать, из всех интересных экспериментов по экспериментальной кнопке камня в сочетании с компьютерной томографией. Но мы сейчас пока просто констатируем факт, что появилась принципиально новая техника обработки камня. Появилась новая, в это же время действительно происходит резкая аритализация, расширяются саванны. Человек выходит в саванну и переходит на практически полностью мясное питание. Это то, что называется первая кулинарная революция. То есть полная смена рациона, так что мясо начинает в нём доминировать очень резко. Кормимся лучше, растём больше, даёт возможность включать новые техники, новые социальные структуры, коллективные действия улучшаются, мясо становится больше, мы становимся ещё больше. Система с положительной обратной связью. Опа! Человек растёт. Человек растёт вдвое. Значит, второй скачок происходит между рептусом и человеком уже современного типа. Здесь тело не увеличивается, увеличивается только мозги. Значит, что произошло на этом штуковине? По сравнению с этим. По сравнению с этим, да, в полтора раза увеличились мозги. Значит, опять же, по экспериментам, по усвояемости пищи, понятно, это просто показано, что ключевым образом влияет термообработка. Это для всех, да. То есть, когда можно, опять, то, с чем мы с вами сталкивались в эволюции низших позвоночных, да, что можно убавить количество жевательной мускулатуры и отдать это дело под мозги. Вот, соответственно, на этом месте у нас имеет место быть, так называемая, вторая пулинарная революция, когда включается огонь. Значит, ещё раз, огонь исходно приручали, так сказать, так можно выразиться, именно для термообработки, да. Причём, понятно, что сначала это термообрабатывали мясо, а потом выяснилось, что можно заниматься и термообработкой растительных кормов, да. А когда начинается термообработка растительных кормов, вот это уже, так сказать, вот это, собственно, есть полная революция. То есть, можно на самом деле обратным-назадом вернуться к всеядности, к исходной, но только, так сказать, на совершенно другом уровне усвояемости. Значит, далее, что по нынешнему времени обедаете? Понятно. То, что мы с вами говорили о параллельных вариантах развития всегда. Всегда, там, параллельную маммализацию ториодонтов, да, превращение в млекопитающих зверозубых рептилий, или, там, тетроподизация кистепёрых, да, как у вас амфигии в разных вариантах возникают из кистепёрых рыб. Вот, в эволюции человека мы все эти общие эволюционные закономерности видим отлично. Во-первых, мы видим два, так сказать, проекта с гоминизацией африканских и азиатских. Потому что все вот эти вот самые ребята, арампитек, сиопитек, гиганпитек, это явным образом был резервный вариант в Азии. То есть, некоторые существенные морфологические черты человека были получены на совершенно другой исходной основе, да. Азиатский вариант не пошёл, там всё-таки так в миоцене закончилось. Африканский был доведён до ума. Дальше. Вот здесь Бомеретус расселяется по планете, выйдя из Африки, к этому времени он есть и в Европе, да, он есть и в Азии, он есть и в Африке. И дальше в районе примерно 400-350 тысяч лет назад, то есть мы уже глубоко внутри миллиона, начинаются очень сходные морфологические процессы во всех трёх континентах. И, если так совсем грубо, в Европе, где живёт гиденбергский человек, то есть поздний архантроп, из него, получается, неандерталец. В Африке из, грубо говоря, родезийского человека или бурганхильца, тамошнего, позднего архантропа, получается, кроманируется, да. А в Азии, как теперь нам известно, вот только что недавно совсем, так сказать, вот свежее открытие, последнее, это денисовский человек, денисовец, у нас на Алтае. В Азии, соответственно, на основе чего-то вот синагропоподобного возникает вот этот самый денисовский человек, азиатский вариант, то есть три варианта гомосаденция. Хорошо, про денисовца ещё пока мы практически знаем очень мало, да, просто у них нет морфологии, у него есть два зуба и фаланга пальца, из которого, собственно говоря, вытащили все эти самые замечательные генетические вещи. Но фаланга пальца оказалась очень хорошая, там уже, так сказать, вот полный геном, так сказать, там с 20 покрытиями, то есть, как в последнем достижении, вот полное-полное восстановление генома денисовца, всё, так сказать, подтверждено, да, действительно, отдельная форма, совершенно отдельная от неандертальца и кроманируется, своя. Значит, во всех трёх местах, да, вот во всех трёх местах, вот архаичные гомоэректусы и в трёх местах продвинутые гомоэректусы. В Африке, да, в Европе, в Европе, гидербершицы, да, гидербершицы, да, гидербершицы дают неандертальца, неандертальца, неандертальца. В Африке, радузийцы, да, радузийский человек даёт кроманьонца, а в Азии, сенантровым, грубо говоря, даёт денисовца. Отлично. Что у нас дальше? Что происходит дальше? То есть везде свои варианты. А дальше, соответственно, первые опомнившиеся кроманьонцы начинают вырываться из Африки. Вырываться из Африки, идут они, понятное дело, через Палестину, идут через Палестину, где сталкиваются с неандертальцами, да. И там начинается долгая-долгая позиционная война за эти самые пещеры, которые, грубо говоря, переходят из рук в руки постоянно, да. Ну, понятное дело, не надо думать, что это действительно имело вид вот такой войны, просто это же время, когда ток похолодания и потепления. Когда, как только наступает похолодание, привычные к премьерниковым ландшафтам неандертальцы, берут вверх, пещеры переходят в их. Когда наступает потепление, природные условия вокруг сменяются, и всё переходит в руки кроманьонцев. Значит, но как бы то ни было, кроманьонцы эту линию мурину прорывать никогда не сумели. 70-80 тысяч лет назад вот эта попытка не удалась, и они, соответственно, совершают маневр и прорываются в Азию через обсохший в этот момент Бабаймандепский пролив, в Арабию. И дальше идут на восток вдоль азиатского побережья, попутно доедая вот этих самых бедных денисовцев. Что опять-таки сейчас известно по изучению геномов неандертальца и человека, решили, наконец, вопрос, вот теперь вопрос решён точно. Неандертальец не предать человека. Это параллельный геном, двоюродный бурак, который происходит от общего наследственного субстрата, но отдельные веномы совершенно. Значит, он у нас примерно 4% неандертальских генов. При этом неандертальские гены распределены страшно интересно. В Африке, у банков, у африканских народов, у банков, у бушменов нет совершенно неандертальских генов вообще. А дальше, ну, тут понятно, они с ними никогда и не сталкивались, в общем, этого можно было ожидать. А дальше следует, конечно же, ожидать, что у европеоидов неандертальские гены будут существенно больше, чем у монголоидов. Чёрт из два. Строго одинаково. Казахстан был настолько неожиданным, что его перепроверяли многократно. Проверяли, так сказать, там, проверяли больших годов с этим проверками, ещё раз взглянулись, что у африканцев неандертальских генов нет вовсе, а у европеоидов и монголоидов их строго одинаково. Привет. Ну, там ещё посмотрели американских индейцев, всё, так сказать, у них оказалось тоже те же самые 4%. Что за притча? Да? Дальше становится понятно, да? Да. А с генами денисовцев. Гены денисовцев обнаружились только у австралоидов. Австралийских аборигенов и окружающих их, так сказать, там есть, например, папуасы, обитатели кое-каких, пигмеи, обитающие на близлежащих Тихоокеанских островах. Есть такая штука. То есть денисовские гены только у тех. Значит, и на этом месте как раз картинка становится вполне логичной. Значит, выйдя из Африки через Бабальмандерский пролив, они идут до Юго-Восточной Азии, да? Попутно съедая денисовцев, так сказать, ну и частично всё-таки с ними метисируясь в небольшой доле. Первая волна поселенцев – это вот как раз есть нынешние австралийские аборигены, да? 40 тысяч лет назад они достигают Юго-Восточной Азии, производят на этом месте, они доедают последние остатки гомоэритусов, которые там ещё остаются в это время. А, кстати, гомоэритусы, которые там остаются, вот про хоббит, возможно, вы, вероятно, слыхали, маленькие-маленькие человечки с острова Флорес в Индонезии, которых долго, так сказать, вот не могли никуда засунуть. Но сейчас, вроде, на этом месте всем, так сказать, договорились, что, скорее всего, это, грубо говоря, пигмии, сделанные на основе гомоэритуса, то есть, карликовая, островная форма, пятикарликовая. Значит, дальше, соответственно, они по обсохшему, опять-таки, шельфу в этот момент между Австралией и Тольцев пролив высыхало, так сказать, понятно, они проходят в Австралию, да, ну, и, так сказать, дальше там живут. Остальные в это время оборачиваются назад, да, денисовцев уже нет, и они идут на запад, они идут на запад, 40 тысяч лет назад они достигают Европы. Вот наше местонахождение, самое раннее неафриканское местонахождение, европейское, это у нас костенки в Воронежской области, 30-35, по-моему, 36 тысяч лет, как сейчас по всем декортировкам. Вот, и после этого, так сказать, начинают заселять Европу, неандертальцев они на этом месте доедают, все, так сказать, вот тут все было просто, уже совершенно с ними не метисируясь, понятно, да? То есть все те 4% генов, они нацепляли, когда еще не слишком далеко все разошлись, да? То есть наследственный субстрат общий, понятное дело, что за 40 тысяч лет, за 30 тысяч лет никаких морфологических расхождений быть не может, да? То есть все отличия чисто социокультурные, то есть здесь они еще метисировались в какой-то степени, а здесь уже, вот, 30-30 тысяч лет назад, они уже друг дружку рассматривают только как бифштексы, уже дружки, вот уже совсем зверушки, друг для друга. Все, так сказать, вот стало понятно. Вот, ну, а в Африке тем временем, соответственно, на смену, да, первый, так сказать, пласт, это, ну, то есть первые кроманьонцы будут смеяться, они, ну, больше всего, похожи на нынешних душменов, дальше, так сказать, приходит банту, которую заселяют Африку. И вот, так сказать, картинка распределения АС, она, ну, как раз приобретает тот вид, который у нас известен. Я, как раз по этому поводу, в качестве завершения, да, я просто всегда люблю это говорить, что, вот, мне всегда интересно, что должно больше шокировать реднека из американского Байбурн-Белта? Факт своего происхождения от обезьяны или факт своего происхождения от негр? И то, и другое чистое правда, а вот ответ совершенно не очевиден. Ну, вот, на этом я, пожалуй, что заканчиваю.